Всем привет, с вами Леша, это канал Хочу Жить. Сам я более 20 лет бухал, сейчас уже более 2 лет живу трезво и хочу передать вам эти знания, которые получил сам. Так сможешь ли ты жить без алкоголя? Давайте об этом поговорим. Когда я бухал, я как-то не задумывался о том, что могу ли я жить без алкоголя. Ну, алкоголь нужен был мне всегда, чтобы создать праздник для поднятия настроения. Я, в принципе, и думал, что алкоголь для этого создан, что если пить нормально, то будет веселье и радость. А то, что он разрушал кучу семей, то, что он уносил кучу жизни и уносит до сих пор, и разрушает семьи, ломает жизни. И это мне было как-то, ну, иллюзия. Я, как и многие, жил в иллюзии, в том, что алкоголь создан для того, чтобы заставлять людям радость. Но на каждой пьянке, на каждой гулянке, в любом, было 1-2 человека, может быть и больше, которые нажирали говно, которые вели себя неадекватно. Их тошнило, они там устраивали драки, либо валялись где-нибудь, либо вели себя просто как-то неподобающе. Я считал таких людей, что, ну все, это алкаши, они перепилили, они не умеют пить. Я тогда считал, что пить можно уметь, а эти люди просто не умеют пить. И когда у меня стала развиваться сильная алкогольная зависимость, то я думал, что все, хана, я обращаюсь в алкоголика. То есть пока я мог себя сдерживать кое-как, я даже не считал, что у меня есть алкогольная зависимость. Я думал, что, ну, все же пьют, и я пью. Это нормально. Но нет, как я ошибался, я думал, что мне это по генам передалось. Отец у меня по молодости бухал, но я думал, мне придется нести эту ношу. Тоже бухать придется. Я думал, что алкоголь генетически передается. Хотя ни хрена, он не передается генетически. Генетически передается только ферменты. Слабость ферментов, прощепление алкоголя. Вот в этом ролике я, ну, записывал ролик, вот, смотрите, пожалуйста. Сейчас я не буду повторяться. Тогда я не подозревал, почему у меня развился алкоголизм. Почему я не умею пить. Разучился пить. Все, я думаю, я потерял этот навык. Я себя укорял полностью, винил во всем, что это я вот много пью. Вот люди некоторые умеют пить. Как вот им это удается? А вот я не сумел. Я разучился, все, я больше не член стаи. Я завидовал тем, кто мог выпить несколько рюмок и остановиться. Я думаю, блин, вот они умеют пить, а мне надо бутылку целую. Я не мог, мне, допустим, в одной бутылке водки, надо было в одного выпить, а не на троих, не в четверых, то и на пятерых. Ни одному было мало этой бутылки. Настолько у меня выросла толерантность к алкоголю, что мне надо было постоянно повышать дозу. Я думал, что алкоголь, это только с ним можно веселиться, что он специально, как его и придумали, что он подается для этого, для этих целей. Чтобы повышать настроение, чтобы вот выпили, взяли немножко, выпили и все, и хорошо. Тем более мне рассказывали старшие товарищи, что вот то там, то там они веселились, там бутылку на пятерых, на шестерых брали водки. Я думал, нифига себе, а мне одному мало бутылки водки. Но это было в те лохматые 80-е, 70-е годы, когда алкоголя-то особо и не было. А теперь у меня вопрос к вам, дорогие слушатели, точнее конкретно к каждому из вас. А сможешь ли ты жить без алкоголя? Задайте себе этот вопрос и напишите ответ в комментариях. Это был канал Хочу Жить, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всем пока.